Смотрите выпуски. В Уфе теперь можно сдать анализы на коронавирус. Результаты будут известны через 8 часов. Зачем столице Башкирии возродили команду по хоккею с мячом и почему ее любят власти республики? В Башкирии нет больных новым коронавирусом. Об этом сообщает Республиканское министерство здравоохранения. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 311 человек. Все они недавно вернулись из-за границы. Среди них один житель Китая и трое граждан Италии. У всех анализы отрицательные. Минздрав опровергает информацию о возможности определить инфекцию при помощи сомнительных тестов. Поэтому после возвращения из-за границы лучше позвонить в поликлинику, сообщить врачу о своем самочувствии и самоизолироваться на 14 дней. То есть минимизировать отношения со своим семейным кругом, своими друзьями и естественно не ходить на работу. Но все это, решение об этом примет только медицинский работник. В Уфимском аэропорту проводится контроль лиц, прибывающих из стран, где неблагополучная коронавирусная обстановка. Их проверяют при помощи тепловизоров. Проводится карантинный досмотр воздушных судов, международных рейсов, прибывающих из Таиланда. То есть у нас есть рейсы Вьетнама, Турции, Таджикистана, Индии, Азербайджана, Австрии, Объединенные Арабские Эмираты, это Дубай и Узбекистан. По состоянию на 13 марта в мире коронавирусом заболели более 125 тысяч человек. Свыше 4,5 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 45 случаев заражения. Башкирска Минздраве утверждает, что больницы полностью готовы к коронавирусной эпидемии. Проводится учение с потенциальным возможным условным пациентом, который находится на территории медицинской организации. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты для сотрудников медицинских организаций, запас лекарственных препаратов. А для жителей Уфы медицинских масок не хватает. В городе дефицит. В Минздраве обещают, что ситуация исправится на следующей неделе. В госаптеке республики завезут 20 тысяч масок, а потом еще столько же. Также их можно сделать самим из марли. Это 8 слоев марли. Чем она лучше, эта маска? Тем, что ее можно дезинфицировать, то есть обрабатывать в дезрастворе. То, что ее можно носить, 2 часа. С 18 февраля в Уфе можно сдать анализы на коронавирус. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии появились специальные тест-системы. До этого биоматериалы отправлялись на обследование в Новосибирск. Эти исследования проводятся только по направлению лечебного учреждения. То есть гражданин, который забеспокоился по поводу, заражен ли он или заболел он коронавирусом, он должен обратиться в поликлинику, в медорганизацию, вызвать скорую на дом. И тогда уже только врач решит, необходимо ли ему это обследование. Анализ проводится бесплатно. У пациентов берутся кровь, моча и мазки из носа. Биоматериалы исследуются в течение 4-8 часов. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, жители Башкирии могут позвонить на специальную горячую линию. 8 347 286 58 27. Рустам Нурешев, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Если спросить у жителей Башкирии, какой спорт самый популярный в регионе, они ответят – хоккей. Хоккей! Во время Великой Отечественной войны в Уфу эвакуировали 40 промышленных предприятий. Одно из них – ленинградский завод «Красная заря». В столице Башкирии его сотрудники занимались производством телефонного оборудования для военных нужд. На его базе и появилась первая команда по хоккею с мячом – «Энергия». В нее попал совсем молодой работник завода Борис Самохин. Днем стоял у станка, вечером тренировался. Все были от станка, как говорится. И расточники, и токаря, и фрезеровщики, и слесаря. Я работал гравером. В 1980 году Кировец вышел в Первую лигу всесоюзного первенства. Там уфимская команда играла до 1987 года, после чего вернулась во Вторую лигу. Она выступала там вплоть до распада Советского Союза. Перемены в стране повлияли и на Кировца. По вине, конечно, многих руководителей, все пропало, все кончилось. И производство кончилось, и команда не стала, и детской спортивной школы не стала. О возрождении Кировца заговорили в конце 2018 года. Прошлым летом коллектив собрали с нуля. Состав пополнили как молодые, так и опытные игроки. Тренерскому штабу предстояло объединить их в одну команду. 30 лет не было хоккея. С таким трудом все это создавалось, получилось. И поэтому мы просто даже у нас морального права, можно сказать, не имели, чтобы не выйти в финал, чтобы не порадовать болельщиков. Хоккей с мячом популярен у руководства Башкирии. Глава республики Радихайберов развивал этот вид спорта на своем прежнем месте работы в Красногорске. Председателем попитительского совета Кировца является Рустем Ахмадинуров, руководитель сполкома Башкирского отделения «Единой России». Но также при таком высоком кураторстве у уфимцев решены не все проблемы. Условия, конечно, хотелось бы получше, чтобы в плане базы технической, не то что материальной даже, а больше технической, чтобы лед у нас хороший был, качество хорошего, чтобы давали время нам удобное для тренировок. Вот это вот нам не хватает, конечно. Тренировки утром проходят, игры вечером. Это тяжело, плюс свет такое, освещение не очень хорошего качества. Нам поэтому каждую игру приходится, можно сказать, с нуля. Мы должны преимущество иметь дома, играя, а мы, как и гости, так же первый тайм привыкаем к освету, к обстановке, что вечером. Ненамного лучше условия в Уфимской школе Олимпийского резерва номер 10. Она единственная в Уфе, в которой развивают хоккей с мячом. Набирает и мальчиков, и девочек. Тренирует их Вячеслав Рязанов. В 80-х он был играющим тренером Кировца, потом развивал женский хоккей с мячом. Набор школы Олимпийского резерва начинается с 9 лет. Однако Вячеслав Рязанов считает, что это слишком поздно. Ставить на коньки нужно еще с детского сада. Такие эксперименты проводились и давали хорошие результаты, говорит тренер. Однако проблема с тренерскими кадрами тормозит развитие хоккея с мячом. Уже требования повысились, с детьми уже должны работать специалисты. Раньше все-таки было попроще, там можно было пригласить игрока, который заканчивал официальные игры. А сейчас уже надо, чтобы было специальное образование. Вячеслав Рязанов убежден, хоккей с мячом будет прогрессировать, если строить крытые хоккейные катки. Тогда он будет интересен и детям, и тренерам. За развитие этого вида спорта в республике отвечает Федерация хоккей с мячом Башкирии. Но, по словам Рязанова, чиновники не знают реального положения дел. Создали Федерацию. Она уже два года существует, а в принципе еще не раз не собирались и не говорили о том, как надо детский хоккей развивать. Никто даже не знает, где дети какого возраста, где в каких соревнованиях участвовать. Потому что раз Федерация есть, она должна все вопросы решать с министерством нашим по спорту. Вот есть Федерация хоккей с мячом России. Федерации хоккей с мячом Башкирии заявили, что у них уже написана программа по подготовке детей. Ее реализация зависит от того, когда Министерство спорта России аккредитует Республиканскую Федерацию. По словам ее председателя Азата Садыкова, точную дату назвать пока нельзя. Будем сейчас делать наборы, то есть с нескольких возрастов, приглашать тренеров. И на будущий год, чтобы уже команда полноценно могла выступать уже как в чемпионате Башкирии, так и в чемпионате России. Федерации хоккей с мячом Башкирии нам рассказали, когда начнется ремонт в спортивной школе. По словам председателя Федерации Азата Садыкова, надо дождаться окончания сезона. Реновация будет финансироваться в основном из внебюджетных источников. Конечно, да, мы собираемся там делать, реновацию. Просто там она работает уже давно. Хорошо, что она держится. Сейчас мы уже внедряем новшества некоторые. Но сейчас мы ждем конца сезона, грубо говоря. В этом году то, что Магдей сделал, чемпионаты провели, Башкирии там, турниры делали детские. А уже по окончанию сезона сейчас мы уже возьмемся и будем думать. Не то же думать, но воплощать программу, скажем так, свою. Председатель попятительского совета Кировца Рустем Ахмадинуров хочет применить к уфимской команде европейский опыт. В прошлом году политик посетил чемпионат мира по хоккею с мячом. Он проходил в Швеции. Там Бенди пользуется огромной популярностью. Это очень популярный вид спорта. Он действительно пользуется большим интересом. Люди приходят туда не только смотрят хоккей, но сидят там, ужинают, проводят какие-то мероприятия развлекательного плана. То есть это прям действительно праздник для этих людей. Соревнования в Швеции проходят в крытых аренах. Стоимость каждого спортивного комплекса около 700 миллионов рублей. Это в несколько раз дешевле, чем в России. Такой стадион может появиться и в Уфе. При этом он должен хоть немного окупаться. Но это не все условия для его появления. Нам нужно, во-первых, выйти все-таки в суперлигу, в главную лигу страны. Второе, очень важно, чтобы появились центры хоккейные детские, детские школы. У нас пока работают более-менее две. Вот одна школа базовая в Уфе и в Белорецке. Для себя ставлю, что 24-25 год – это вполне та планка, которой мы можем такую задачу перед собой ставить. Ледовая арена может появиться на базе спортивной школы номер 10. Однако, по словам Ахмединурова, земля под ней принадлежит людям, которые в данный момент живут за границей. Перед строительством арены нужно найти с ними общий язык и источник финансирования. Тогда уфимцы смогут наслаждаться хоккеем в комфортных условиях. А за что любит этот вид спорта руководство республики? Средняя результативность там гораздо больше, там непредсказуемость больше в этом виде спорта. Да, не каждый видит мяч, но, в принципе, это дело времени. Осталось пожелать вратарям кировца, чтобы они всегда видели мяч. 19 марта для уфимского клуба начнется финальный этап высшей лиги. До этого подопечный Алексей Кузьмина проведут товарищеские матчи в Ульяновске. Андрей Шарыгин, Эльна Рахасанова, Сергей Ямаев и Лилия Голямова. Городской телеканал ЮТВ. Зажигательный джаз, роскошные платья и изысканные коктейли. На один вечер Music Hall 27 превратился в подпольный бар времен сухого закона в США. В таком стиле устроил вручение своей премии «Твердые знаки» издательский дом «Коммерсант». Таким образом, иронично обыграно ограничение продажи алкоголя в Башкирии в минувшие новогодние праздники. Мы вступили в 2020 год. Некоторые из последних инициатив региональных властей нам напомнили повторение этого исторического этапа. И мы решили, что это совпадение, наверное, не напрасно. Мы должны его каким-то образом отметить. Премия «Твердые знаки» вручается представителям делового сообщества. В числе номинантов и гостей премии – бизнесмены, а также управленцы, политические и культурные деятели, наиболее повлиявшие на жизнь города и республики в течение прошедшего года. Награды вручаются в нескольких тематических номинациях и представляют из себя символ газеты «Коммерсант» – «Твердый знак». Премия «Твердые знаки» – это главная премия издательского дома «Коммерсант» во всех регионах присутствия этого издания. И вот «Уфимский коммерсант» проводит ее второй раз. Эта премия призвана поощрить ньюсмейкеров региональных в первую очередь, то есть компаний, людей, которые создают информационные поводы, находящие освещение в газете «Коммерсанты». Событие собрало в одном месте высший свет республики – директоров крупнейших компаний, министров и глав администраций. Многие из них отметили престижность вручаемой премии. Премия, безусловно, полезная. Это уже такой хороший твердый бренд, твердый знак. Безусловно, это очень авторитетная и, наверное, одна из немногих в нашем городе, чем премию, которую получать достойно и почетно. В номинации «Бизнес-городу» представлены компании, которые внесли значительный вклад в благоустройство или культурную жизнь Уфы и Башкирии. Наградой в номинации удостоилось акционерное общество «Башспирт» за проект «Булгаковский лес». Рядом с нашим строящимся заводом в поселке Булгаково высажен лес в форме цветка Курая. Этот цветок видно на подлетах к аэропорту города Уфа. И, в общем-то, каждый гость города, прилетающий, отлетающий, сможет полюбоваться символом национального герба. Победу в номинации «Дело техники», вручаемой за эффективность инноваторства в технической сфере, одержало республиканское отделение банка «Уралсиб». Жюри отметило масштабы выдачи банком социальных карт и карт транспортной системы «Алга». На самом деле, это действительно был очень большой и важный масштабный республиканский проект. Поэтому нам очень приятно получить сегодня эту награду. Вот, Тимур российский проект не был, а есть и продолжается. И мы будем продолжать активное в нем участие. Спасибо большое, коллеги-коммерсант, вам огромное спасибо. Награду вручил председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухамметьянов. Чиновник высоко оценил значение подобных премий. Знаете, я уверен, что необходимо оценивать положительно или негативно тех людей, которые вовлечены в реализацию крупных проектов. Именно сегодня один из основных наших партнеров награжден. И мне самому приятно быть частью этого награждения, потому что понимаем, что в перспективе предстоит сделать еще больше. А без такого рода честования, наверное, достичь таких крупных результатов, наверное, невозможно. В этом году коммерсант отметит десятилетие своего присутствия в Башкирии. Издательский дом планирует и впредь отмечать самых выдающихся представителей бизнес-сообщества республики. Артем Валитов, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ. Реальность дорожного движения такова, что даже при разрешающем сигнале светофора выезжать на перекресток лучше с осторожностью. Но если с одной стороны мы говорим о нерадивых водителях, игнорирующих простейшие правила безопасности, с другой важно понимать. Причиной появления автомобиля в поперечном направлении может стать все, что угодно. От непредвиденных отклонений здоровья у водителя до технических проблем транспортного средства и так далее. Но чаще мы говорим о том, что именно оба водителя виноваты в произошедшем. Сипайловская, Байзита, Биг Бэя. Моргающий зеленый, желтый и не менее пяти секунд до появления одного из участников ДТП. Отматываем назад. С правой полосой, фактически под запрещающей, даже не пытаясь убедиться в безопасности. Меня иногда ругают за чрезмерно эмоциональную оценку произошедшего. Но, друзья, различные эпитеты сами лезут наружу при виде подобного. И ведь это ошибка именно обоих водителей. Ни один из них не подумал о том, что в поперечном направлении может появиться точно такой же нарушитель. Ни о каком взаимоуважении здесь речи не идет. Это видео еще раз напомнит нам всем, как важно оценивать ситуацию в полной мере и не начинать движение вместе с другими участниками, полагаясь на их внимательность. Стрелка для поворота налево, трогающиеся автомобили и цепная реакция, которая в этот раз вовремя останавливается. Да, не для всех, но мы видели последствия и хуже, когда уже на сам перекресток, словно считая ворон, выезжает компания водителей и встречается с другими, двигающимися на свой разрешающий. Ну и, друзья, если вы не понимаете правил проезда таких перекрестков и остаются сомнения, вам поможет простое действие. Убедись в безопасности маневра и только потом продолжай движение. Ведь выглядит это довольно странно, когда водитель так уверенно пересекает дорогу в поперечном направлении и даже на секунду не задумывается о возможной встрече с движущимся там автомобилем. И ведь поверни голову в ту сторону на доли секунд именно его вы и увидите. Все довольно просто, но пока не для всех. И пусть вы закидаете меня тухлыми помидорами за попытку оценить скорость второго участника ДТП лифт по видео, я все-таки скажу, да, она довольно велика при проезде перекрестков. Вот некоторые видео хочется оставить без комментариев. И последнее. Алкоголь и управление транспортным средством абсолютно несовместимы. Сказки о том, что вы готовы сесть за руль и чувствуете себя абсолютно уверенно, можете оставить детишкам, а дорога этого не прощает. И как бы это грубо не звучало, но пусть вы покалечитесь сами и чего хуже убьетесь, но ведь страдают абсолютно невинные люди, в том числе их и ваши родные, которые могут остаться без близкого человека или кормильца. Не глупите. Берегите себя и своих близких. С вами был Илья Сгумеров. Удачи на дорогах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!